Утро на Болткоме Утро на Болткоме Почему нужно объединить инвестиции и туризм в одной институции? Ну, в основном, конечно, цели разные и, конечно, агентство создается на базе не только Лейврига, но и на базе Департамента развития города, где был такой отдел инвестиций и на базе управления иностранных дел Городской думы. Но цель, конечно, сделать все эффективнее и прозрачнее. И, конечно, цель – это хорошо оплачиваемые рабочие места для режима. Что имеется в виду под этим хорошо оплачиваемые рабочие места? То есть это работа гостиниц, ресторанов или что еще может входить в это? В принципе, на данный момент мы разрабатываем стратегии на ближайшие три года. И то, что мы точно можем сказать, что мы должны работать в направлении, которые признаны приоритетом и на национальном уровне. То есть биомедицина, фотоника, умные материалы, умный город и их составляющие, а также те отрасли, которые в нашем городе, ну, сильны, где у нас есть конкурентоспособные преимущества. Вот мы довольно хорошо уже работаем с центрами международных бизнес-услуг и образованием. Образование вот с этого момента поподробнее, потому что ведь очень многие вузы жаловались, что возникали проблемы с привлечением как раз-таки студентов из-за рубежа, поскольку не все студенты владеют латышским государственным языком, и преподаватели тоже, которых, может быть, приглашать из-за границы. Вот здесь как решается этот вопрос? В принципе, ну, конечно, те вопросы, которые отметили только что, это является национальным, ну, законодательным, ну, специфик, являются национальные специфики. Но то, что мы видим, и направление, куда обязательно надо работать больше и более эффективнее, это привлечение иностранных студентов. На данный момент, конечно, показатели у нас лучше, чем у эстонцев или литовцев. Если 13 процентов примерно у нас иностранцев от общего объема. Но, естественно, можно и лучше, и можно и работать не только с западными, с нашими западными соседями, партнерами, но и восточными. Это тоже вот то, чем сейчас вы занимаетесь и разрабатываете какие-то стратегии, да? Ну, это одно из направлений. Как я уже сказал, ну, есть направления, в которых уже сказано, что надо работать на государственном уровне, но и другие отрасли для нас важны. Да, мы разрабатываем общую стратегию агентства, что надо делать по закону. Но на данный момент в агентстве работает уже 8. В пятницу было 5 человек, а теперь уже 8. Значит, в основном это работники городских структур, которые же я отметил ранее. Ну, так, да, конечно, стратегия – это впервые, и потом уже разные инструменты. Что и как можно поддержать, чтобы город развивался быстрее, лучше, качественнее и так далее. Когда мы сможем увидеть результаты? Ну, то есть, вот будет ли эта стратегия опубликована или, ну, доступна, скажем, для рижан, для, может быть, обсуждения каких-то предложений? Открыты ли вы для предложений, например, ну, вот, не знаю, рижан, предпринимателей тех же самых? Ну, у нас были довольно, у нас было уже довольно много встреч и, да, создания агентства. Есть уже свои формы диалога, например, с направлением стартапов. То есть, есть заключен, уже заключен договор между городом и разными участниками экосистемы стартапов. Там, например, TechHub, например, Regatech Girls и другими. И в этом договоре уже, ну, оговаривается, какие мероприятия будут поддерживаться, почему, какие цели общие и у города, и у экосистемы и так далее. И, конечно, это только один из примеров для направления, в которых мы работаем. — Скажите, вот, для разработки вот этой стратегии используете ли вы наработки предшественников? То, что, ну, понятно, что ведь это, вы говорили, что создавалось агентство не на пустом месте, а на, вот, Лифрига и много других структур. Они тоже, ну, вот, были какие-то свои идеи, свои планы. Вот вы изучали их планы, использовали ли? — Да, естественно, используем. Да, и отвечая на предыдущий вопрос, он не отметил, что, конечно, мы открыты для других идей, что еще можно сделать и как лучше развивать это в нашем направлении. Вот, а насчет предыдущих идей и направлений, конечно, то, что было сделано в Лифрига, это, ну, я бы сказал, в случае Риги самый лучший способ, вид маркетинга, который был сделан. То есть направление с, ну, конечно, информационный центр будет продолжать существовать, туристические информации, но будем продолжать и работу маркетинга в сфере туризма. В направлении бренда города, который той же, тоже направление работы агентства, в этой сфере будем использовать и наработки управления зарубежных дел города Риги. Например, у нас очень-очень-очень большая сеть городов сотрудничества, то же самое название города Ханза имеет некоторый вес, как бренд и так далее, и так далее. И в направлении инвестиций здесь надо будет, мы работаем на том, чтобы развивать это направление очень-очень серьезно, потому что до сих пор у нас в городе с этим направлением работало всего лишь пять человек, включая Рижского фонда фильмов, включая все программы поддержки стартапов, там были разные программы грантов и так далее. Ну, конечно, это все делается на старой основе, но новыми методами. То есть, ну, что было плохо раньше, то, что, например, в Левриго они работали хорошо, но принятие решений о поддержке той или иной компании было недостаточно прозрачное. И, например, работа во сфере привлечения инвестиций была хорошая, но недостаточно масштабная. Например, мы ясно знаем, что у нас мы должны создать новые программы поддержки, и, например, для тех предприятий, которые хотят перенести свою деятельность из, например, Белоруссии в Латвии. Мы знаем точно, что уже мы привлекли... По-моему, вот, к сожалению, у нас что-то со звуком случилось. Пропал звук, если я... Мы... Да, вот сейчас появился звук, да, спасибо, извините. Извините. Да. Мы остановились на том, что вот из Белоруссии вы только начали говорить о том, что привлекли стартапы. Да, привлекли и должны привлекли, но чтобы работать лучше, нам нужен объемный финансовый инструмент, чтобы дать, ну, свою морковку для тех, которые собираются переехать сюда. Я точно знаю, по крайней мере, один случай, когда мы этим... Тем, что у нас нет такого инструмента, проиграли в Вильнюсе. Вильнюсу, то есть, переехали в Вильнюсе, а не в Ригу. Да. Вильнюсу, такая компания. Так что, ну, да, есть у нас довольно ясные направления работы. У нас звонок 67212-93.9, 67213-93.9. Я напомню, что с нами на прямой связи Янис Прусис, руководитель отдела развития инвестиционной среды Рижского бюро инвестиций и туризма. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Смотрите, я вот выслушал его, и у меня сложилось впечатление, что, к сожалению, у нас ничего не изменилось. То есть, все разговоры идут только об оптимизации денежных средств. Ни о каком развитии вообще речи не идет. Это просто формальности какие-то. Вот смотрите, простой пример, без сложных там каких-то умы заисканий, Паланга. Вот приезжаю я в Палангу, захожу в отель, и мне парень, который сдает мне номер, да, он говорит, что с каждого члена семьи одно евро в фонд развития Паланги. Я говорю, ну мы можем его не платить. Он говорит, мы не только его платим, мы еще и чуть-чуть больше своих денег докидываем. Там сделали очень простую фишку. Сделали в открытой форме сайт. То есть, каждый предприниматель видит, что он положил туда свое евро, и видит строгий отчет, на что эти деньги ушли. То есть, он сам может контролировать вот этих замечательных ребят. И получается в Паланге что? Например, в эту субботу у нас день праздника лягушки. Следующую субботу у нас праздник автомобилей, BMW. Еще там праздник велосипеда. Прям праздник еще. Праздник на празднике. Вы попробуйте в Палангу поедете и найдите там свободное место. Там яблоку негде упасть, потому что все эффективно работает. То же самое в Амстердаме. Например, все летят в Амстердам. Открываешь каталог. Две тысячи мест, которые стоит посетить. Две тысячи мест. Сколько лет надо на это потратить? Все, что делают эти ребята, они между собой устраивают и просто тратят наши деньги. Никакого развития раньше Риги не было. Никакого развития не будет сейчас. Это делается просто. Это делается элементарно. Сейчас есть интернет, есть ютюб и другие площадки, тикток, все что угодно. Дайте возможность студентам просто рекламировать свой город. Они закидают весь интернет и смотивируют такую же молодежь приезжать. Это практически не стоит никаких денег. Не нужно никаких сложных вложений. Это все элементарная механика. Главное, не пускать их кормушки, этих воров. Вот простите, сколько у этого парня зарплаты. Сейчас, давайте, во-первых, мы не будем переходить на личности. Я понял, спасибо, спасибо большое. Но не будем переходить на личности. Но вот Янис Прусис, я напоминаю, с нами на связи. Вот смотрите, люди возмущаются, говорят, что, может быть, действительно стоит. Ну, я понимаю, что сейчас у вас 8 человек всего работает. То есть, ну, это я к тому, что там не кормушка, как вот выразился слушатель прямо. Ну, вот к тому, что используется ли вот, ну, я понимаю, что вот недовольство, может быть, людей, которые считают, что все можно решить, но все-таки вот более какими-то современными возможностями. Главное, вот прозрать. Ну, я понимаю, что слово прозрачность вы как раз несколько раз и упомянули в нашем разговоре. И это вот была одна из причин претензий к Лив-Рига. И, в отличие от вас, вот, может быть, вы прокомментируете вот по поводу прозрачности, по поводу, действительно, ну, простоты привлечения средств. Я понимаю эмоции, вот, и есть в этом своя доля правды. То есть, в чем есть доля правды? В том, что нужны и очень простые инструменты для привлечения инвестиций. Очень простые. Как раз вот в сфере туризма была амбиция и создание отдельного фонда по такому же принципу. Ну, то есть, городской налог на туризм. Но мы поняли, что в Рижском случае отдельный налог еще вложить на индустрии не будет. Но в чем правда? В том, что недостаточно используем электронные виды рекламы. Например, Facebook, LinkedIn, ну, недостаточно используется, и на то мы будем больше ресурс тратить. Что еще такое... Да, есть очень простые инструменты, сначала, кажется, очень простыми инструментами привлечения туристов. В разработке есть уже давно, но я думаю, что при геенстве мы это сделаем, программа, так называемая, ну, так на русском даже не знаю, программа Ambassadors of the City. То есть, люди, которые знаемы в обществе, в других странах, в странах, и которые работают над... Ну, имиджем. ...интерес города. Точно над этим вопросом мы точно видим, что развитие такого инструмента пользу принесет деловому туризму, и что является одним из приоритетов агентства. Ну, то есть, да, частично правда, слушателю. То, что я хотел добавить, что не все инструменты, может быть, столь простыми. Например, мы создали довольно такой сложный инструмент, Рижский фонд фильмов, и там дается поддержка тем иностранным компаниям, которые снимают новые фильмы в Риге, и мы рассчитали, что по всем этапам снятия этого фильма в Риге, мы гордо за каждый евро, который потрачен на поддержку, получают обратно 7 евро. Ну, то есть, всегда должно... Ну, мы идем на то, чтобы каждый инструмент можно измерить очень простым способом. То есть, потратили, значит, получили обратно. Ну, и не говоря о том, что здесь ведь не только обратно получается 7 евро, а на один потраченный, например, Вуди Аллен, вот когда он снял Вики Кристина Барселона, благодаря тому, что люди посмотрели, действия происходят в Барселоне, они увидели этот город, им захотелось приехать, и опять-таки от этого выигрывает туризм. Даже если не будет полностью фильм посвящен Риге, но даже просто если действие какое-то будет происходить в Риге, будут мелькать достопримечательности Риги в кадре, это своего рода реклама города, и захочется, ну, вот, может быть, людям, которые все время на слуху будет Рига, приехать сюда потратить свои деньги. Ну, да, это, конечно, очень хороший пример, и это очень в нашей работе, это самая сложная часть, ответить, вот, как деньгами измерить эту опознаваемость города, которую мы получаем, либо фильмом, Риштин фондом фильм, или участвуем на выставке инвестиций, или другим мероприятиям. Но я понимаю, что в ближайшее время задача ваша привлечь 1 миллиард евро в качестве инвестиций, как вы считаете, ну, вот, буквально, если можно, минута у нас осталась, это реальная задача? Ну, в этот год, конечно, нет, но в течение ближайших 4-5 лет, да, это реально. Но амбиции, конечно, довольно масштабные, потому что, ну, чтобы понять объем, размер этой амбиции, амбиции, ну, в основном капитале иностранных компаний, которые зарегистрированы в Риге, на данный момент инвестиции всего лишь 5,8 миллиардов евро, то есть за все, весь период независимости, это вся сумма, которая накоплена в такой форме, то есть миллиард, это, это, это очень много, да, но это мы, я думаю, что мы это сделаем, да. Спасибо большое, Янис Прусец, руководитель отдела развития инвестиционной среды Рижского бюро инноваций, инвестиций и туризма, был сегодня с нами на прямой связи, удачи вам в вашей работе, Янис, хорошего дня, всего доброго, до свидания. Ну, а я напоминаю, что наш эфир продолжится и в самые ближайшие буквально вот минуты после новостей, будет, начнется программа «Подоплека», ее гостем будет бывший владелец Лепойского рыбного холдинга Игорь Крупник, затем будет «Зеленая лампа», ее гостем будет Игорь Наровский, художественный руководитель организации «Доктор Клоун», а в 12 часов встретились, поговорили, героем этой программы будет народный артист Украины Алексей Горбунов, я говорю вам до свидания, всего доброго, Олег Пекабов в студии. Утро на Болткоме